Владивосток вошел в пятерку самых туристически привлекательных городов страны, а Приморский край в пятерку лучших регионов России по количеству туристов в 2018 году. Каждый год Департамент туризма отчитывается о круглых столах, презентациях, маршрутах и проектах. В крае идет масштабная работа, и действительно, турпоток с каждым годом растет. Если в 2015 году Приморье посетили 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2018 турпоток в край превысил 4,5 миллиона человек. Да, действительно, львиную долю въездного турпотока принимает именно Владивосток. И, безусловно, инфраструктура городская, общественные пространства должны тянуться за этим потоком. Да, мы прирост показываем значительно более резкий, нежели те усилия, которые принимаются по благоустройству города. Но какие впечатления увозят домой гости из Китая и Кореи? Уезжают с приятным послевкусием или вспоминают эту поездку как страшный сон? И хотят ли вернуться во Владивосток снова? На одном крупнейшем международном сайте, где путешественники оставляют отзывы о своих поездках, сотни комментариев. В разделах, посвященных конкретным достопримечательностям или заведениям, большое количество мнений и о Владивостоке. Самый популярный – русский мост с тысячей отзывов. Львиная доля из которых – восхищенные. Туристы пишут, что это чудо инженерной мысли. Называют открывающийся вид невероятным и фантастическим. Восторг у гостей вызывает и золотой мост. В рейтинге оценок туристов он занимает третью строчку после русского моста и русского острова в целом. Чудо инженерной мысли. Мост просто гигантский и верхняя часть моста часто скрыта низкими облаками, что делает его еще таинственнее. Всем нужно обязательно по нему проехать в обе стороны. Четвертое место занял маяк на Эгершельде. Большинство туристов он понравился. Вид называют впечатляющим, а место романтичным. Но отмечают, что до маяка сложно добраться на общественном транспорте. Там нет туалета, а летом толпы туристов. На пятой строчке – Ворошиловская батарея на русском острове. Иностранцы хвалят ее состояние и отмечают, что экспонатов довольно много. Но тоже отмечают трудности с транспортом. Среди музеев высокую оценку получила подводная лодка С-56. Однако в комментариях встречаются немало негативных мнений. Иностранцы жалуются на отсутствие перевода и низкий уровень сервиса. Вызвал критику и музей Арсеньева. В целом, комментарии положительные, но несколько туристов пожаловались на языковой барьер. Худшее место на Земле. Сначала они берут с тебя двойную плату, практически все материалы на русском языке. А если они переведены, то так плохо, что это практически смешно. Затем, там есть несколько женщин определенного возраста, которые ходят вокруг тебя. Они говорят только по-русски и при этом смотрят на тебя так, как будто ты преступник или планируешь совершить что-то противозаконное. Одни из самых низких рейтингов у колеса обозрения на спортивной набережной. Из-за дороговизны билетов. Не понравился гостям и железнодорожный вокзал. Пишут, что он маленький и не оборудован эскалатором. Разочарованы гости города и сквером Анны Щетининой. Несмотря на приятное расположение, место абсолютно не впечатляет. Все эти объекты туристы оценили в среднем на троечку. Чтобы исследования мнений туристов не было однобоки, мы решили переместиться из интернета на реальные улицы города. Найти иностранцев во Владивостоке легко, достаточно просто выйти в центр. Здесь гости из Азии фотографируют архитектуру, еду, вывески моря, а также себя. Очень красивый город, на улицах чисто. Сложно было добраться до некоторых мест, английские знают не все. Зато тут еда вкусная. Мы планируем вновь вернуться сюда в скором времени, чтобы начать путешествие по России. Ну, если говорить о красоте, тогда больше им понравилось смотреть на море, то, что оно замерзшее, это было для них необычное удивление. Город красив и восхитителен, очень дешевая и вкусная еда. Были проблемы с навигацией, языковой барьер, но мы пользовались гугл-картами. Может быть, в следующий год мы вновь приедем к вам. Красочный город, море, золотой мост прекрасны. С людьми мы не особо общались, но вот в такси были проблемы. Но все равно вернемся сюда снова. Своим мнением, почему во Владивосток многие все-таки приезжают только на один раз, поделились и представители туристического бизнеса. Я слышала такое мнение среди китайцев, в Китае, находясь в Китае, что мы туда съездили и больше никогда не хотим. И когда я начинаю спрашивать, что вы видели, и что вам показали, что вам предложили, выясняется, что ничего. Поэтому, к сожалению, в этом виноват ни Владивосток, ни его красоты, а те люди, которые приглашают, и так безответственно подходят к подборке программы. А во Владивостоке тем временем продолжают обсуждать, как развивать туризм, в том числе и круизный. Пока страны-соседи принимают по несколько миллионов туристов в год на борту лайнеров, форпосту России на Тихом океане и сотня тысяч иностранных гостей только снится. Добавим, Приморский научно-исследовательский центр социологии провел опрос среди туристов из Китая, которые посетили Приморье, чтобы выяснить, что привлекает иностранцев во Владивосток и какое впечатление произвела на туристов столица Приморья. Выяснилось, что основной контингент, жители Поднебесной, приезжают в краевой центр отнюдь не для того, чтобы закупиться по дешевке. Гораздо больше их привлекают наши пейзажи, море и сопки. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.